И всем привет! В этом видео я вам покажу 7 очень смешных пранков для Хэллоуина, и заодно проверим действие пару классических пранков. И я буду очень рад, если ты поддержишь это видео лайком. Ну а в конце, как и обещал, будут ваши самые крутые комментарии. Поехали! Не знаю как вас, но этот пранк может меня немножко напугать. Он очень простой, но в то же время очень страшный. Все просто, нужно свернуть края бумаги так, как показано в видео, и приклеить с помощью двухстороннего скотча на глазок. После этого нужно позвонить в дверь, и вот что будет видно через глазок. Ох, это очень страшно. Ну а это у нас классический пранк. Нужно положить вот такой паучок под непрозрачную емкость. И на первый взгляд будет казаться, что там очень большой паук. Ну или что-то очень страшное. Даже если я знаю, что там, мне все равно не хочется поднимать эту пластмассовую тарелку. И сейчас я попробую разыграть свою девушку этим пранком. Это будет немножко жестоко, потому что я знаю, что Настенька очень сильно боится пауков. На, там меня поймал паучка. Он такой красивый, я не хочу его убивать. О, пока, сейчас я тебе покажу его. Нет, не надо. Нет, не надо. Он очень красивый. Не бойся, я его держу вот так. Не бойся, посмотри. Смотри. И мы вырежем вот такой полукруг. И дальше все просто. Кстати, ребята, если хотите вторую часть пранков для Хэллоуина, то напишите это в комментарии и поддержите это видео лайком. А у нас получилась вот такая игрушка для пранков. Но именно вот таким картонным ножом можно разыграть или испугать только маленьких детей. Но все же это выглядит очень реалистично. Вау, это очень круто. Ну, а это у нас мистический пранк для ванной комнаты. Для начала нам нужно налить в ванну или в душевую кабинку немножко воды с красителем. После этого наступаем и делаем вот такие кровавые следы. Ну, а на пороге оставляем заранее бумагу, чтобы вытереть ноги. И в конце у нас получится вот такая иллюзия, как будто кто-то шел и постепенно исчез. Согласитесь, что выглядит это очень жутко. Ну, а это у нас немножко жестокий и страшный пранк. Для начала нам нужно сфотографировать лицо спереди и со стороны. И после этого в фотошопе объединить их вот таким образом. После этого распечатываем картинку и приклеиваем скотч на всю поверхность листа. Должно получиться примерно так. Теперь нам понадобится трехлитровая банка. И нужно поместить вот эту фотографию в банку. На первый взгляд кажется, что там реально голова. Голова в банке. Фу! Но чтобы все выглядело более реалистично, я добавил воду с красителем. Ну, согласитесь, это выглядит очень реально. Очень. И сейчас проверим этот пранк в действии. Это реально будет жестоко. Настя очень сильно испугалась. И у меня есть к вам маленькая просьба. Заходите и подпишитесь на инстаграм Насте. Ссылка будет в описании под видео. Там очень интересно. Настя выкладывает каждый день новые фотографии. Ну, если вы подпишетесь, то ей будет очень приятно. Заранее спасибо. А теперь... Смотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а этот пранк не получился так, как я хотел. Но он получился немножко забавный. И я решил оставить его в видео. Всем спасибо за просмотр и за классный комментарий. Как я и обещал, в конце каждого видео я буду выбирать рандомно 10-20 крутых комментариев. Ну, а если ты не увидел свой комментарий в этом видео, то не расстраивайся. Напиши новый комментарий и, может быть, в следующий раз тебе повезет. Поставьте палец вверх, чтобы такие видео выходили почаще. И подпишитесь на канал, чтобы не пропустить такие видео. Всем спасибо, всем удачи и пока-пока.